Я кратко прокомментирую сначала понятие, которое здесь есть. Одна и та же вещь, как вещь. Кстати, ответ на мой вопрос получен, мы потом обсудим. Замечательный. Какое бы слово можно было русское вместо слова «вещь» употреблять. Я пока буду говорить про «вещь». Одна и та же вещь, то есть материальный объект некий, может выступать в роли вещи в качестве ресурса, фонда или актива. Актив – это то, что, грубо говоря, у вас, как у бизнесмена, и вы можете этим меняться. Актив дальше всего от вещи природы. Поэтому лучше всего начнем с того, что ближе к ней. Некая вещь природы, процесс, явление, сила, может быть или не быть ресурсом в обществе, если общество из него чего-нибудь производит. Речка течет себе и течет, но если вы туда всобачили малую ГЭС, то тогда эта речка уже является гидроресурсом. И в этом качестве она подлежит постановке на учет. И к ней государство от имени общества осуществляет допуск. Этот ресурс может быть первичным или вторичным. Я не буду лезть дальше. Например, одно и то же месторождение сначала не является месторождением, потому что никто его не знал, не открыл. Во-вторых, его уже открыли. Вот это нефть, но никто не знает, что это нефть полезна в хозяйстве. И это является по-прежнему явлением природы. То есть, какая-то черная жидкость горит, но она не является ресурсом, пока люди не поймут, что с ней делать. Потом, скажем, апатиты становятся ресурсом. Люди открыли их, обнаружили, догадались, что из них можно делать. И вот уже работает производство и образуются отвалы. Так вот, ресурсом может оказаться и отвал. Лежал-лежал отвал или террикон у шахты. И потом какие-то люди догадались, что из него можно добывать то же, что добывали. Просто там более механизм добычи усовершенствовался. И теперь вам достаточно полупроцентного содержания там руды в отвале. Или вы обнаружили, что там было второе вещество, которое не считалось ресурсом. Его не замечали. В общем, по поводу клетки ресурс можно читать лекции или курс лекции. Но пока это самый первый шаг. Это та вещь, значит, тот материальный объект, который люди берут и приспосабливают для того, чтобы его добывать. И потом, значит, обрабатывать и, наконец, производить с его помощью средства производства. Дальше, когда вы научились все это делать, и вы уже понимаете, что вот эта руда, из которой делают металл, металл потребляется напрямую в виде, там, не знаю, металлических зубов, или используется для изготовления орудий рыболовных крючков, наступает второй шаг. Вот теперь надо понять, кто именно будет производить этот самый металл. Есть самые крючки, эти самые зубы. То есть происходит распределение этого самого ресурса по производящим единицам. Было такое выражение фондирование. Фондирование. Была такая специальная система органов, в названии которых фигурировал фонд при советской власти. Да и сейчас тоже есть. Фонды – это ресурсы, которые уже, грубо говоря, кому-то переданы в распоряжение. И там Дерипаска уже распоряжается нашим алюминием. Поэтому, когда мы говорим о формах собственности, то ресурсы – это то, чем обладают кто? Общество в целом. И государство от имени общества может их передавать в распоряжение. Когда они переданы в распоряжение, становятся фондами чьими-то, чьими корпорацией. Есть ли вопросы освоения ресурсов имеют, как ни трудно догадаться, стратегический характер? Выход к морю. Идем или не идем мы осваивать самотлор. Что у нас с шельфом. И по поводу ресурсов всегда государство от имени общества происходит в другом обществе, которое претендует на этот ресурс, на эту территорию. Или в лучшем случае принимают стратегии «строим БАМ, осваиваем пространство». То по поводу того, кто распоряжается какими фондами, возникает уже некая политика. В прямом смысле слова. Политическая борьба, разгорающаяся в частности и вокруг того, кто пролоббирует ту или иную концессию или государственно-частное объединение, кто будет строить железную дорогу. Чьи предприятия возникнут поблизости от этой ГЭС. Ну и наконец, в рамках больших корпоративных систем распоряжения фондов, те или иные части попадают в пользование. В этом качестве, по отношению к пользователям, они выступают уже как активы. То есть вы можете на этом заводе, который распоряжается тем или иным природным ресурсом, иметь долю в его акциях в собственности и быть акционером. В этом смысле не весь завод, а какая-то малая доля в нем или какой-то цех его, который вам передан в пользование на том или ином основании, является вашим активом. Собственно, по поводу активов возникает экономика, это отношение обмена. И собственником активов уже может быть отдельный предприниматель или малая группа, малая фирма. Соответственно, что я проскочил? Я проскочил качество и меры производительности, я об этом просто говорил. Напоминаю вам, что производительность использования ваших ресурсов измеряется, конечно, в мощности. С какой мощности потока, который вы направляете, жидкости на лопатки вашей турбины? Или, значит, сколько нефти через единицу, значит, среза трубы проходит в единицу времени? То есть прокачка по газопроводу. Ну или там, когда вы сжигаете топливо, какую вы в единицу времени энергию получаете на выходе? Есть единица мощности. Когда вы распределяете или перераспределяете эти самые ресурсы и раздаете в распоряжение, то раздав их тем или иным образом, вы получаете совершенно разные эффективности в результате. Простейший вариант задачи эффективности, самый простой, состоит, например, в следующем. Вы как расставляете приоритеты в отраслях? Вот великая схватка, я об этом уже говорил, упоминал. Чубаси с Дерипаской, за ней стоял вопрос, нерешенный вопрос о том, мы считаем в системе распределения ресурсов по отраслям энергетику важнее, чем металлургия, в частности, алюминиевая отрасль. Или алюминиевая отрасль важнее, чем энергетика. Связано с тем, что алюминия является исключительно энергиемким. Поэтому, если у вас имеется избыток энергии, то в это место надо поставить алюминиевое производство, и там будет, грубо говоря, накапливаться эта неровостребованная энергия в виде алюминиевых чушек. Алюминиевая чушка в каком-то смысле похожа на аккумулятор. Она в себе заключает сгусток энергии. Правда, это не та энергия, которую можно обратно отдать, но пока. Но, по крайней мере, та энергия, которая накоплена как результат. И в зависимости от того, как вы будете распределять ресурсы, вы можете построить одну структуру экономики. Например, вы можете создать такую моноотраслевую алюминиевую империю, которая производит самый лучший, самый дешевый, самый эффективный алюминий для всех стран всего мира. А можете, наоборот, сделать акцент на энергетику. Но тогда ваша алюминиевая отрасль попадет в положение менее выгодное, там будут другие тарифы и так далее, и ваш алюминий будет не всегда конкурентоспособен, и не вся энергетика пойдет в алюминий. Что-то пойдет в другое. Ну и там гораздо более простые вопросы. Гораздо более простые. Кому конкретно из нескольких корпораций поручить строительство данного объекта? Казалось бы, это решается рыночный. На самом деле ничего подобного. На уровне цены это не считается. Как правило, в ход идут А. Реальная компетенция. Б. Опыт. В. Связи. Г. Лоббистский политический потенциал. Потому что они не на уровне цен борются, они борются в политике. Они скупают на корню политик, в партии. Они проводят своих людей к власти. И ничего с этим не поделайте. Корпорациям свойственно бороться политически. Это фундаментальный закон. Это не есть какие-то провалы рынка. Рынок здесь вообще ни при чем. Ну и, наконец, активы. Мы часто задаем вопрос на собеседованиях. Но кто не помнит, напоминаю, он состоит в том, банк деньгами обладает, он ими распоряжается, он ими пользуется. Кто не помнит правильный ответ на этот вопрос, чтобы я не тянется. Все помнят правильный ответ на этот вопрос? Все знают правильный ответ на этот вопрос? Да. Вы не помните. Правильный ответ, как ни странно, состоит в том, что банк не обладает деньгами и не распоряжается им и пользуется деньгами. И я в этом убедился сам, когда брал ипотечный кредит, и мы вместе с представителем банка пошли регистрировать нашу сделку. Вот я принес кучу документов, огромную пачку, и банк принес кучу документов. Я на этапе заключения сделки видел, что банк на самом деле жесточайше ограничен, регламентирован, он не может шагов вперед сделать назад. И в конце концов мы пришли, я предъявил мои документы в большом количестве, банк предъявил свои документы. Мои документы приняли, а одну из лицензий банка, их там было штук 50, ее регистрирующая рекпалата отвергла, потому что там просроченный был срок. И банк завернули, и он ушел, и он не смог учиться на мой контракт. Дело в том, что банк пользуется чужими деньгами, и поэтому он мало что с ними может сделать, он очень жестко ограничен. Но он пользуется так же, как любой человек пользуется в бизнесе, вы пользуетесь акциями. Какими-то ценными бумагами, вы пользуетесь долей на предприятии, но вы не имеете возможности это предприятие положить себе в карман. Ну и наконец, что здесь у нас? Институты. Они по-разному называются, я вам там называю, не для того, чтобы их запомнили, но мы сейчас просто по ним пойдем. Один из вариантов, пойдем по ним. Вопрос в том, снизу или сверху. Итак, институты производства. Они названы двумя словами «каждый». Это тут напечатка кто-то уже. Я опечатался, или кто-то перепереносил. Значит, институт освоения в скобках суверенитета. Институт суверенитета. Я потом на таблице покажу, почему это два разных названия. Их много. Институт спроса в скобках потребности. Институт предложения в скобках способности. Я сейчас прочту все названия, а потом мы по ним пройдемся. Институт обмена, то есть распределения. Институт имущества в скобках ответственности. Институт господства в скобках полномочия. Институт закона в скобках обязанности. И, наконец, внизу право, деньги, капитал. Я уж не стал здесь писать в скобках синонимы, потому что все думают, что они знают, что это такое. Это три института обмена. Мы будем примерно до бесчета 10. Как живет бизнесмен? Вот у него какие-то активы. Что такое актив? Есть три фундаментальных разных типов актива. Есть актив типа банк или доля в банке, и он выдает кредиты. Есть актив типа товаропроизводства, и он там что-то производит. У него баня или доля в бане. Наконец, у него имеется торговое предприятие. Он ничего не производит, но он на чужие деньги покупает и продает. Чужие продукты строят цепочки добавленной стоимости. Мы об этом уже говорили. Ну и может быть множество разновидностей вот этих самых частных активов. В любом случае у вас имеется доля в чем-то таком. Либо банковском, либо торговом, либо товаропроизводящем. Вот теперь несколько таких почти определений. Что такое бизнес с точки зрения процесса? Я нарочно буду проскакивать некоторые бездны, потому что иначе я должен буду остановиться и на каждой слове читать вам лекцию. Ни я не хочу, ни вам не надо. Что такое бизнес-процесс с точки зрения? Это некая совокупность процессов купли-продажи, при котором то, что вы продаете, приносит вам больше денег в сумме, чем то, что вы затрачиваете на все покупки. Вы покупаете сырье, материалы, энергию, рабочую силу, здание, разнообразные услуги, в том числе и рабочие силы. Вы можете покупать лицензии, кстати, или считать, что покупаете страховку. И в конце концов это все вместе взятое является производством продукта, который пользуется платежеспособным спросом. Валенки. И тогда бизнес это просто некий постоянно идущий процесс, и каждый процесс это купля или продажа. Собственно, больше там ничего нет. И вы должны, бизнес прибыльный, покуда ваша финальная продажа или набор продаж, если вы производите несколько предметов потребления или услуг, интегральный должен приносить вам больше денег, если вы деньгами меряете. Чем вы тратите на то, чтобы покупать? Это бизнес как бы функционирующий в статике, когда вы не смотрите, как это было. Когда он начинается, то там есть, грубо говоря, покупка основного капитала, то, что покупается разово. Здание вы можете купить разово, лицензию можете купить разово или там раз в эндлет. А есть части, которые нужно все время. Для валенков надо там, чего там, из чего их валяют. Я забыл уже. Ну вот. И есть вещи, как поток, которые текут. Вода, если вы производите там какие-нибудь напитки. Продукты, если еда. Ну, не важно, это уже второе разделение. Первое, приближение бизнеса, это такая вот непрерывно идущий набор процессов купли и продажи. Ну, что такое бизнес-проект? Вот вы смотрите на общество и видите, что в этом месте может находиться бизнес. Это означает, что к этому месту вы можете подтянуть какие-то, значит, ресурсы, которые вы должны, пропустив через фонды, у кого-то купить, тот, кто распоряжается фондами, и превратить в свои активы. Вы должны купить там, не знаю, энергию, вещество. Но вы, с другой стороны, видите платежеспособный спрос на то, что вы хотите произвести. И, в-третьих, все промежуточные продукты, услуги, этапы вы тоже находите в виде готового предложения на рынке бизнес-то-бизнес. И вам остается просто комбинаторно все это собрать. То есть, грубо говоря, вы видите, что из уже существующих элементов можно собрать новый бизнес. Это означает, что есть существующие элементы, которые почему-то не работают, они стоят и ждут вас. Вот есть предприятие, которое ждет, когда вы с вами пришли. Как правило, так не бывает. Это означает, что есть предприятие, которое недогружено. Оно производит то, что нужно вам, и у него есть незадействованные мощности, которые позволяют ему немножко больше произвести. Вот вы пришли, как инженер, посмотрели. Итак, имеются на рынке и продаются все виды исходного сырья и материала. Б. Имеются на рынке все промежуточные продукты и услуги, которые можно купить. Это связано с тем, что все бизнесы, которые их производят, есть, и они недогружены. Как минимум настолько, сколько надо вам. И вы имеете спрос. Да. А мы про предпринимательство ничего не говорим, мы говорим просто про бизнес. В этой картинке никакое предпринимательство не требуется? Да. Стоп, а что такое идеальное предпринимательство? Я забыл про него, для меня оно не нужно. Я нахожусь в бизнес-пространстве. Я в гробу увидел всех предпринимателей, есть только бизнес, я знаю, что такое бизнес, я вам объясняю. Не, 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 бизнес связан для, создан для того, чтобы валенками торговать. Бизнес, никаких предпринимателей ему не нужны. Вот я вам описал точно, что это такое бизнес. Забудьте про это. Это откуда вы взяли такое страшное утверждение. Бизнес нужен, чтобы лично вы на этом нагрели руки. Он нужен для того, чтобы некоторые люди, которые в состоянии спроектировать систему купли-продажи такую, что интегральная продажа, значит, превышает все закупки по затратам. Вот, чтобы такой человек немедленно все это сделал и преуспел. И общество ему за это благодарно. Он конструктор. Бизнесмен нормальный конструктор. Просто имеется, как я уже сказал, пункт номер один. Уже работающий бизнес в идеале, это просто вы наблюдаете процессы купли и продажи. Больше ничего для описания их вам не нужно. Вам не интересует, что там внутри. Вы просто видите совокупность квадратиков, где с одной стороны купли, а с другой продажи. С него там с одной стороны слева входит стрелочка входная, в квадратик направленный. Это означает, что он с этой стороны чего-то в себя покупает. И с другой стороны из него торчит стрелочка снаружи, которая показывает, что он с этой стороны кому-то чего-то продает. он внутри себя эффективен если он вот сумма цифр приписанных стрелочке продаж больше чем цифра приписанных стрелочке покупок каждый бизнес обязан иметь пару таких стрелочек и две циферки и правая циферка должна быть побольше чем левая как только она становится меньше он работает себе убытки если у меня есть запас она проедает значит видеть представление о запасе запаса нет он немедленно исчезает и бизнес погиб а чего эти циферки надо смотреть куда стрелочка торчит ну вот вы строите процесс на описание бизнеса вы получаете вот такую сеть где каждый в узле каждой сети находится квадратик тот самый в него может выйти одна или несколько стрелочек выйти одна из несколько стрелочек у всех циферки и сумма циферок при выходящих стрелочек должна быть больше чем при входящих при этом условии все работа больше ничего знать не надо дальше я вам сказал избыточные данные что когда он создается можно представить себе что какая-то вещь покупается разово ее можно описать не как процесса как некий процессор вы купили коробку отдельно это здание и он работает и надо записать эту затрату и надо чтобы она была погашена то есть ее можно усложнять на самом деле это усложнение такое же дебильное вы можете ввести представление о том что некоторые процессы не процессы этом процессоры он уже куплен вы его купили в начале и вы должны его купить в конце процесса можете вести представление о времени, окупаемости. Вы можете нарисовать банк как отдельную клеточку, но на самом деле вы никуда не выходите за предел процессного описания. Везде будет картинка одна и та же. Итак, бизнес-процесс. Когда вы входите в процессное описание, и вам требуется еще один параметр, вам требуется описывать бизнесы так, чтобы вы знали, что некоторые из бизнесов, в квадратике, кавычки открываются, недогружены, кавычки закрываются. То есть у этих каждого квадратика вы должны написать потенциальную мощность, то есть сколько он варенок может продать. И смотреть на текущую. Если вы видите, что у него текущая продажа меньше, чем потенциальная, то вы заключаете, что он потенциально может быть использован вами. Итак, вы ищите на рынке все бизнесы, которые могут вам что-то продать, ищите спрос, рисуете комбинаторную картинку. И как только вы сконструировали такую цепочку или сеть, которой еще не было, которая опирается на то, что есть, которая не требует появления из воздуха, непонятно откуда взявшихся новых бизнесов или ресурсов, которая опирается на неизменную ресурсную базу, которая опирается на неизменный спрос, и заполняет какую-то дыру, то есть спрос был не покрыт. Ресурсы были не все востребованы. И вот вы и догадались, как их соединить, нарисовали, все, вы в шоколаде. Это называется бизнес-проект. У бизнес-проекта имеется одна неприятная особенность. Мы об этом говорили. Для того, чтобы запустить бизнес-проект, иногда вам требуются, ну, как правило, вам требуются деньги. Ну, потому что, как правило, там есть такой параметр, как время, вы не мгновенно продаете то, что вы собираетесь с того, что вы покупаете. Проходит некоторое время. Поэтому, к сожалению, сначала надо купить, потом надо продать. Чтобы сначала купить то, что вам нужно, вам требуются деньги. Если деньги у вас лежат в кармане, все прекрасно. Тогда вы начинаете реализовывать свой бизнес-проект и вы в шоколаде. Я только потом скажу, что вам угрожает. Если у вас нет денег, вы должны их где-то взять. Следующее усложнение описания приведет вас к тому, что вы нарисуете банк, нарисуете залоговую стоимость, выяснилось, что она у вас есть, но маленькая, и вы не получаете. Итак, бизнес-проект состоит в том, что вы придумали новый бизнес и его реализуете. И у вас достаточно денег. Нет проблем. Инвестиционный проект состоит в том, что вы нарисовали бизнес, он точно будет работать, исходя из вашей схемы, но у вас нет денег. Тогда вы говорите, дайте денег, и это называется инвестиционный проект, потому что кредит невозможен. Вот я, грубо говоря, объясняю, как это можно все определить. В этот момент не мы с Маляковым приходим, а в этот момент приходит весь 20 век. Потому что весь 20 век банки страдали от того, что кредит на них никто не брал. Они хотят работать в этой работе. А нет у людей залоговой стоимости. Вы понимаете, что такое кредит, да? Кредит на самом деле не денег банк дал. Вот если вы даете кредит под залог, то банк на самом деле покупает у вас вашу залоговую стоимость по цене заведомо ниже рыночной. Вы отдаете банку под залог квартиры. Это означает, что он купил у вас квартиру дешевле, чем вы могли бы ее продать мне банку. Он заложил свои риски в эту дешевизну. И ваша сделка обусловлена только одним. Это сделка условная, что если вы имеете право обратно вашу квартиру купить у банка, но при этом вы должны заплатить ему больше, чем он вам платил. Вот что такое кредит. Поэтому при кредите никто никому денег под идеи не дает. При кредите у вас покупают ваше барахло. Если барахла нет, классический банк никаких денег вам не даст. Весь 20 век банки страдали от того, что они не могли дать кредит, потому что на кредит не было спроса. И поскольку у них не было другого выхода, большинство банков в кризисах разорялось циклически. Они начали разоряться очень давно. Они разорялись массово еще в 19 веке. Были колоссальные волны разорений банков в конце 19, начале 20 века. Была абсолютная чума на банке во время рецессии в 30-е годы. Часть банков в таких отчаянных обстоятельствах пошла на абсолютно безумный шаг. Они стали рассматривать так называемые инвестиционные проекты. Понимаете, что для банка рассматривать инвестиционные проекты это еще более радикальный шаг, ну почти такой же радикальный шаг, как индейцу перестать быть индейцем и стать рабом, который с утра до вечера делает только там тамагавки. Не охотится, не живет там, он сидит в прикованной цепи. Банк вместо того, чтобы честно купить у вас жилье по дешевке, он должен читать ваши каракули. Там людей нет таких банков. Но они были вынуждены. Поэтому весь 20 век это длинная, мучительная история, революционного появления, там каждый шажочек дебильный достигался кровью и потом. И появление разных там промежуточных форм. Единственной страной в мире, в которой это было более-менее успешно, стали Штаты. Все остальные у них все тырили. В силу уникальности этой страны, там величия и так далее, особенности ее истории, в ней эволюционные, мучительные и по сей день медленно-медленно, шаг за шагом возникает система инвестирования. То есть, сдача денег под идею. Она до сих пор далека от того, чтобы устояться. Весь остальной мир отставал от нее всегда, отстает и все формы драл оттуда. Значит, почему под идею денег не дают? Это на самом деле вопрос тому, чем мы занимаемся. А вот почему. Потому что это ужасно рискованно. А почему рискованно-то? Вот мы принесли схему, там все понятно, все функционирует, вы посчитали, все квадратики, стрелочки. Циферки. Все посчитано, все нормально. Есть три сферы рисков. Но все они сводятся к тому, что один из этих квадратиков внезапно исчезает. По причинам, которые на этом уровне описания не заданы. А что он может исчезнуть? Ну, я понимаю, что там метеорит может упасть, мы этого не рассматриваем. Он может исчезнуть из-за конъюнктуры рынка, но для простоты мы тоже не рассматриваем это. Ну, например, потому что что-то из того, что он покупал, по причинам, выходящим за рамки его видения, подорожало. И у него соотношение циферок стало таким, что он убыточен. Это тоже как-то с этим можно как-то бороться, наверное, кажется. Но есть более радикальные причины. Они состоят в том, что под этим вот уровнем обмена и процессного описания существуют проклятующие уровни распределения и производства. Я вам приводил пример. Грубый пример состоит в том, что один из бизнесов в качестве одной из стрелочек он не покупал чего-то на рынке, а просто он получал деньги из бюджета. Это был бюджет федеральной целевой программы. Некоторые, не существующие на этом уровне описания, неизвестная никому структура, обратите внимание, вы как физик, математик понимаете. Никаких ФЦП на уровне этого описания нет. Либо вы должны постулировать еще ринг-квадратик, который называется ФЦП, и попытаться описать его как бизнес. А это не получается. Он совершенно другого типа. Он не обменивается, он распределяет. Либо вам говорят, ваша схема не полна, вы не учли это. Вы попадаете в положение вот этого самого летчика, который летит на самолете, но у него отсутствует в его описании турбулентность, и когда его затрясло, у него отвалились крылья, он развалился. Так вот, вы не учли этажи распределения. Вот эти вот институты. На уровне процессного описания еще как-то можно постулировать отдельно правообмен, обмен стоимостями и инвестиции. Это можно все задать как частный случай обмена. Можно. И мы это будем задавать. Но вот это вот барахло и вот это вот барахло не описано. Поэтому вариант один. ФЦП закрылась. Йок. И какой-то из ваших поставщиков исчез, у вас рушится вся схема. Вам надо как бы продукцию продавать, а у вас там какое-нибудь там ветровое стекло на ваш автомобиль не поставляют. Что вы будете делать? Есть множество других вариантов. Вот Пикалева я вам рассказывал. Работал, работал завод, работал, работал завод, поставлял вам отходы в виде шлама, из которых вы делали цемент. Потом наступили крутые периоды на рынке, вас поглотил холдинг Филарета Гальчева, и он вам по причинам непонятным вам запрещает покупать шлам для производства цемента. И говорит, иди и ищи цементное сырье, где хочешь. Но только не здесь. Но Филарета Гальчева нет вот на этом этаже. Это сети, сетевые отношения. А вы попали в иерархию. Ну, не хочешь не надо, вы же сами продавались в этот холдинг. Вы продали контрольный пакет, вам было хорошо, шоколадно. У вас остался неконтрольный пакет, вы все еще директор предприятия, но вам запретили. Почему? Можно объяснить почему. Там есть серьезный резон. Значит, точно так же, как я и говорил, могут быть производственные причины. У вас имеется в основе производственная база, та или иная технология производства бифштексов или производства станков. А лицензию отозвали у вашего производителя. Почему отозвали лицензию? Изменилось отраслевое регулирование. Автомобили перевели на Евро-4. Это самый страшный случай. Какое Евро-4? Кто перевел? Вам еще надо какой-то международный уровень вводить? Хорошо, международный уровень не вводим. Просто данное производство морально устарело. Вот если была стратегия перевооружения, о которой вы ничего не знали, потому что на этом этаже нет никаких стратегий отраслей и перевооружения. Я помню дискуссию 2001 года, когда мы пытались, объясняя предпринимательскую кухню, оперировать понятием отрасли. И один очень известный ныне человек, достойный, который занимает позиции государственника, и который давно уже мыслит категориями расплений и производства, не только обмена, уже тогда он был доктор наук, он снял очки, протер, надел и голосом такого, ну, выносящего смертный приговор, сказал, такая сущность, как отрасль, не существует, сказал он. Это означало следующее. В той идеологии, которая тогда доминировала, считалось, что это процессное описание, которое я вам дал, оно описывает тотально все. Отрасль – это мистическое понятие, из устаревшей распределительной экономики Советского Союза. Она за ненадобность разрушена и умерла, а в новой экономике отраслей быть не может, и это понятие не работает. Все, это некий исторический феномен типа мануфактуры. К сожалению, реальность оказалась не таковой, отрасль никуда не исчезла, никогда не исчезнет нигде, ну, покуда там не случится то, что называли наши предки комплексным автоматизированным производством. Мы можем посмотреть, во что понятие отрасль переходит. Для этого на таблице мы можем посмотреть, где оно является категорией, в каких формациях оно там перейдет через диагональ. Такая тех технология есть. Значит, отрасль перевооружается. Она изменила стандарты. Теперь ваш станок не подходит под стандарты, поэтому вы можете его проглотить, утопить, продать на металлолом, что угодно. Вы не можете на нем производить больше. Все? Значит, поэтому, к сожалению, если вы не учли этажи распределения, связанные с ней политикой, корпорацией и отношения производства, связанные с ней стратегию, значит, освоение потребностей, способностей или спрос предложения, вы про это забыли, а у вас даже таких понятий нет на вашем этаже, то у вас чпок-чпок-чпок отдельная, помните, такая игра была, когда человечек, очень древняя советская, вы могли ее не застать, человечек бегает по кочкам, а кочки исчезают время от времени. Это была одна из первых компьютерных игр, потрясающих совершенно там. Она пользовалась безумной популярностью. Я говорю не о каком-то таком невероятном открытии, я говорю о парадигме Баффета. Вот есть классический подход, кто изучал экономикс, извините за банальную смену, на современных рынках фондовых люди используют очень высокоразвитую математику для прогнозирования, грубо говоря, ожидаемого поведения курса тех или иных акций или облигаций ценных бумаг, исходя из накопленной статистики по данному типу ценных бумаг, исходя из накопленного опыта корреляции, отслеживания длинных и коротких циклов, но при этом они никогда не интересуются вопросом, чьи это ценные бумаги. Вот старина Баффет, самый успешный из инвесторов в истории человечества на фондовом рынке, он сказал, как известно, что он никогда не вкладывает деньги в ценные бумаги, если он точно не знает, какое конкретно предприятие стоит за этими бумагами, что оно производит, что он намерен производить, и как оно устроено. То есть Баффет исключительно ныряет на уровень распределения и производства, и только на основании этого возвращается обратно на уровень обмена и принимает решение, вкладывать или не вкладывать данный квадратик со стрелочками, входящими справа и выходящими слева. Поэтому инвесторы не будут дураки, они на этом уже обожглись и понимают, что каждая клеточка – это ваш риск. А если вы бизнесмен классический, с точки зрения которого отрасления не существуют, то вы не умеете риски считать. Или вы их считаете тоже статистически. Вы говорите, вот я заказал исследование, вот математикам я заплатил кучу денег, они взяли статистику по исчезаемости данных бизнесов в данной зоне за последние 5 лет, и вот я могу примерно предсказать исчезаемость по каждому из 25. Теперь будьте добры, сделайте корреляции по исчезаемости между 25, во-вторых, сколько вы заплатите за каждую из этих исчезаемостей. Работа на уровне процессного описания бизнесов очень опасна, неэффективна, чревато рисками, и самое главное, что денег вам не дадут. Вот пункт номер 1. Поэтому сейчас я пойду вот оттуда, начиная по институтам, и просто перечислю, я вам видя на каком-то примере, из чего состоит бизнес. Но для этого, потому что я сказал, задайте вопросы, если они у вас есть. Я бы примерно рассказал вам, повторяю, что такое бизнес, на идеальном процессном уровне описания, что такое бизнес-проект, и что такое инвестиционный проект. Бизнес – это цепочка покупок и продаж, при которой сумма покупок меньше, чем сумма продаж. Бизнес-проект, когда вы придумаете такую цепочку, которой нет, и для того, чтобы ее сделать, у вас все есть. Есть готовый бизнес, который вам все проднут, и у вас есть деньги. И инвест-проект, когда есть все, кроме одного, денег у вас нет. И после этого я вам постарался объяснить, почему денег не дадут, и будут правы. Что такое риски? Вот все. Теперь я собираюсь пойти по парадигме Баффета, и как нам старик завещал, полезть сначала туда, где шатуны, кривошипы, где трудящиеся ходят по лесу, заготавливая там какие-нибудь корни, Машкин корень какой-нибудь, который потом отмывают и производят из него лекарственное сырье. Вы хотели спросить? Да, у меня не работает. Включить. А, спасибо. Вопрос такой. Вот все время звучат такие слова про первоначальное накопление капитала. Ведь, ну, то есть, что сначала надо где-то страшным образом награбить, и только после этого ты можешь стать приличным бизнесменом. И вот это ровно потому, что все бизнес-схемы не работают, если у тебя нет денег. Это волшебный опыт. Идеальное рыночное описание, процессное, оно не объясняет, откуда деньги берутся. Потому что даже если там банк есть, в котором откуда взялись деньги, непонятно, почему он вам их даст. Потому что вы должны уже их иметь. И это вот великая загадка, она на самом деле является несовершенством схемы описания. Схема описания вот такой тип, как я сказал, ну, а почти неоклассика экономическая, она содержит именно такие описания, где появление исходного ресурса, оно необъяснимо. Оно откуда-то должен упасть и на вас. Поэтому либо вы шли-шли в этой схеме и вдруг нашли мешок денег, не будем обсуждать, что такое мешок денег, от кого он взялся, либо вы должны выйти из схемы и кому-то дать по башке и у него что-то отобрать. А потом вернуться обратно туда, и так, чтобы никто не знал, что откуда деньги у вас. Ну, правильный вопрос совершенно. Это дефект понятийной схемы. Вопрос еще. Практически ни разу не прозвучало слово право, хотя оно указано на этом этаже, вот там в триаде право, деньги и капитал. Можете объяснить, как оно туда? Есть широкое употребление понятия права. Оно выражается в том, что есть юристы, так же как бизнесмены, они видят весь мир как бизнес, так же юристы видят весь мир как некие права. И думаю, что первобытный человек, он, значит, когда бил другого дубиной, он на самом деле занимался отъемом прав или тот, которого дали по башке переуступкой прав. И что там каждый индейец свободен, это означает, что он имеет право. Вот это такое тоже. А есть узкое понимание права, вот здесь. Может быть, каким-то другим словом надо его заменить, но другого слова мы не придумали. Оно состоит в том, что право – это разновидность актива. Есть актив в виде капитала, это тот, который у банка. Есть актив в виде денег, тот, который у торговцев. Есть актив в виде права, тот, который у меня. Это означает, что я могу сделать с активом в виде капитала. Я могу, соответственно, дать кредит. Что могу сделать с активом в виде денег? Это обмен. Я меняю, как я вам сказал, кредит на залоговую стоимость. Деньги я меняю с один товар на другой. А что я могу делать с баней? Очень просто. Я могу обменяться правами на пользование баней. Я вам, так сказать, сдаю баню в аренду, например. Или я вам даю ее на три дня в аренду, а вы мне в ответ на это поставляете шайки или веники. То есть вот акт взятия кредита – это классический обмен правами. Я банку дал право доступа к моему активу, в виде жилья. А банк, значит, соответственно, дал мне право доступа к его активу в виде денег. И мы махнулись. Вот так что в этом смысле право – это просто, грубо говоря, один из институтов, который позволяет людям, обладающим материальными активами, товаропроизводящим, меняться, а значит, этими активами. Без денег и без капитала. Вот в каком-то смысле это такой шаг к барту, но это не совсем барту. Обмен правами доступа, аксессом. Я дал вам что-то, вы дали мне что-то, да? Попользоваться, но на определенных условиях. При этом должны быть инструменты, кроме этого института. Этот институт приводит к тому, что есть рекпалата. Если мы занимаемся обменом жилья, то рекпалата, значит, она занимается регистрацией нашей сделки. У нас имеется право устанавливающие документы. Вот откуда право. Вот право пользы на квартиру. Я собственник или я там арендатор. Мы идем, значит, заключаем контракт, обмениваемся вот этими правами. И, значит, институт удостоверяет то, что мы правильно поменялись. Вот и все. В любом смысле, это один из институтов, не более того. Точно так же есть институт денег. Мы можем не париться и меняться, но для этого мы должны иметь деньги. А деньги означают, что кто-то их эмиссией занимается, кто-то может удостоверить, что они правильные деньги. Вот если это карточки, это один вариант. Если это банкноты, это другой вариант. Значит, соответственно, если там большая сумма, то мы можем использовать там банковскую ячейку, там или посредников и прочее, прочее. Вот, значит, там написано Ingottenent Trust. Там имеется подпись на каждой банкноте, там имеются номера. Вот, то есть, имеется другая система институтов, которая дает нам инструменты, дает крышу, и мы меняемся деньгами, как торговцы. Поэтому мы можем просто, значит, не правами меняться, а товарами через куплю-продажу. Это другой вариант обмена. И третий вариант обмена, это вот, как я сказал, кредит. Когда я вам отдаю свой актив, а вы мне даете свои деньги, но при этом таким странным образом, при котором я вам должен отдать больше. Это не продажа, это условная продажа. Таким образом, вы имеете три типа отношений обмена и три института для каждого из типов обмена, и три инструмента. Здесь имеются правоустанавливающие инструменты, здесь расчетные, а здесь инвестиционные. Правоустанавливающие, я вам сказал, например, паспорт технического средства, это правоустанавливающий документ на данную машину. Вы, когда меняете, вы его используете. А помимо денег для расчетных документов могут быть паи, например, или акции. Вы можете меняться непосредственно ценными бумагами. Ну и, наконец, инвестиционный инструмент, может быть, это инфраструктурная облигация. Вот я получил облигацию, и дальше я могу работать с некоторыми деньгами в определенных рамках проекта. Ну, это целая кухня, тут много всего. Ну, а самый короткий ответ – это один из трех институтов обмена, который обслуживает один из трех типов отношений обмена. Все? Еще вопрос? Вот здесь звучало слово «активы». У меня есть какое-то понятие в голове, но я уверен, что оно не совсем точное. Можно как-то сказать, что является активом, а что нет? Актив является то, что вы можете обменивать. Да, да. Ответьте. То, что я могу обменивать. Активы, которые валяются в поле – это не актив, это вещь, которая валяется. Как только я беру эти грабли и говорю, они мои, и начинаю ими там что-то с полем делать, это актив, который приносит пользу, потому что я могу там засеять и так далее. Неправильный ответ, точнее, неполный ответ, существенно неполный ответ. Во-первых, если грабли валяются в поле, надо еще убедиться, значит, валяются они или просто их там кто-то забыл. Во-вторых, если вы будете подбирать грабли, надо а, удостовериться, что они не чьи-то, б, зарегистрируйте их как ваши, в, вы должны предъявить документы на право пользы граблями. Может, вам еще нет, 18 лет, и граблями пользуются нельзя. Ну, мало ли чего. Ну, и там куча всякого. Но когда все это сделано, важно не то, что вы граблями гребете. Если вы гребете, это вовсе не ваш актив. Это просто ваше орудие труда. Важно то, чтобы вы имели право эти грабли продать. Вот тогда это ваш актив. Для того, чтобы вы могли их продать, значит, ну, понятно, что могут быть какие-то элементарные вещи, когда люди считают возможным без институтов обойтись и зачем это купить. Но можно и с этим примерно разобраться. Но в общем случае вы должны иметь документ на право устанавливать, на то, что это грабли ваши, не на то, что вы имеете право им торговать. Вот тогда это актив. Например, грабли являются корпоративной собственностью, но у вас контрольный пакет. Ну, потому что у граблей может быть куча собственников. Естественно, вы как-то поделили, и вы не имеете права продать. Тогда у вас документ должен быть, что вы генеральный директор с правом продажи. И он должен быть заверен всеми собственниками. То есть вот для того, чтобы эта штука стала активом, она должна быть... вы должны иметь возможность им обмениваться. Вот самый простой ответ на вопрос. Поэтому я говорил, сначала вещь выступает как ресурс, общество превращает в ресурс. Потом это общество кому-то дает его распоряжение. Главцентрограбли. И этот главцентрограбли он там производит, или хранит, или выдает. И, например, когда все идут заниматься граблями на поле, крестьяне, он раздает грабли. Но они не становятся их активными. Это просто инвентарь, который им роздали, и в конце дня они обязаны сдать. Если зубец сломал, то еще там выпалят на конюшне, или там увеличат барщину, или штраф наложен, если у вас есть чем платить. Ну и, наконец, тогда и только тогда, когда вам говорят, вот те грабли, ты вот должен отработать барщину, а если ты отработал барщину, и все закончилось, то тогда ты имеешь право с этими граблями делать все, что хочешь. Только ты должен сдать их обратно целое время. Тогда у вас имеются эти грабли как актив. Вы можете этими граблями во все время свободной от барщины пойти в отхожий промысл. И все, что вы будете делать с их помощью там, это ваше. Тогда они впервые превращаются в ваш актив. Только при том, что вы, как материальную вещь, обязаны сдать их в целости и сохранности, или заплатить деньги за них. Но если вы пошли, и эти три дня делать с граблями все, что хотите, и вы догадываетесь, что вам грабли на три дня не нужны, а вам нужен серп, но его у вас нет, вы тогда один день гребете, а потом на два дня меняетесь и серпом работать. Важно то, что вы все равно должны прийти к тому корпорацию, которая вам выдала через три дня, и сдать их, или предъявить, сказать, вот все, грабли при мне, нормально. Пошел работать на Барщину. Они говорят, да, отлично, отмечают там трудодельник, потом говорят, отработал, молодец, теперь на три дня иди с ними, делай что хочешь. И вы опять пошли. Вы можете заложить их в ломбард, вы можете их инвестировать. Важно то, что корпорация должна распоряжаться граблями, как распоряжала, а все остальное время это ваш актив. Так что это вот именно пользование. В большинстве случаев они не ваши. В идеальном варианте считается, что вы их купили, и вы можете сделать с ними все, что хотите. Но это глупая точка зрения. Предположим, вы купили, и из нужд теории хотите их уничтожить. Ну, уничтожьте. Ну, вы же сумасшедшие. Вы просто выкинули свои активы куда-то. Когда вы их купили, они стали вашим активом. Вы должны их использовать так, чтобы отбить деньги, потраченные на покупку. Во имя чистоты теории, вы можете сказать, да, вот я вот сейчас докажу, что я могу их уничтожить. Ну, утопил ты грабль, придурок. И что-то этим доказал. Ну, кто-то их продал, все нормально, нормально. Ну, там, корпорация их продала, которая производит. Она довольна. Она продала вам по цене, которая возместила им все затраты, и они на эти деньги могут провести другие такие же, еще плюс себе оставить. Поэтому вы ничего не уничтожили. Грабли созданы тут же, такие же точно, по тому же стандарту, в той же корпорации. Лежат на месте. Они еще с вас денег взяли, а вы их уничтожили в им чистоте теории. Поэтому ничего подобного. Активом пользуются. Фондами распоряжаются. Обладают ресурсами. Но только страна в целом обладает ресурсами. Да. Если я правильно понял, вы сказали, что право – это один из трех типов институтов, которые обслуживают один из трех типов обменов. А вот не могли бы вы назвать эти три типа обменов? Я их только что назвал, коллега, я не назвал. Это вот, что банк товаропроизводства и торговли? Да, я вам сказал. Я меняю право на право, право доступа. То есть я меняю право пользования автомобилем на что-то. Вы меня возите, например. Второй вариант – мы просто торгуем, обмениваемся. Это сделка за деньги. И третий вариант – это когда одна сторона отдает кредит, а другая представляет залоговые стоимости. Все разные типы обменов. Во всех случаях это обмены, но в первом случае, я уже сказал, вы меняете право установленным документом. Во втором случае, они вам не нужны, у вас деньги уже есть. И вы меняете, грубо говоря, с помощью денег. И там права никакое. Когда я пошел на рынок покупать, права ушли в основание, грубо говоря. У меня бабки есть с собой, все, все дела. Другое дело, что если вы продаете мне товар, то я, как грамотный человек, должен разобраться, это ваш товар, а не ваш товар. В важном случае. И тогда вы мне предъявляете право установленного документа, то я в ответ вам деньги даю. И третий вариант, я сказал, три типа делецов. Это товаропроизводители, это торговцы, и это капиталисты. Возможные сделки товаропроизводителя, товаропроизводитель чистые. Торговец на торговец, и капиталист на капиталист тоже возможны. Но на самом деле существуют сделки всех типов. Этот, этому, этот, этому, этот, этому. То есть комбинаторно все варианты попарных сделок. Но это мы уже лезем в частности. Еще раз, если вы чего-то не поняли, переспросите, это нормально. Спрашивайте смело, я не буду кричать. Если другие потерпят. Мы будем разбираться с этим более детально, но пока вам достаточно понять, что в уровне предпринимательства есть то же самое, я вам говорил. Есть, грубо говоря, инвесторы, как предприниматели, которые сознательно инвестируют в проекты. Есть управляющие компании, которые берут деньги инвесторов и собственников активов. И есть собственники активов, которые управляют капитализацией своего актива. Они меняются правами доступа к нему. Но это вот следующий мир, куда мы не ходим. Это вот, это вот, вот в этой клеточке существует три других типа симметричных. Вот здесь из банкира, что такое, я на самом деле не... Вот здесь из банкира появляется инвестор, из торговца, управляющей компанией, а из товаропроизводителя, собственник активов. Но это вот потом. А сейчас пока мы должны понять, что такое бизнес. не вот на уровне бизнеса. На уровне бизнеса давайте мы пройдем по другим институтам, потому что уже скоро будет пора заканчивать. Итак, есть три института обмена. Нам надо понять, какие институты производства и распределения. Давайте разберемся с ресурсами. Ресурсы как таковые возникают за счет того, что страна осваивает самую себя. Она осваивает свою природу и превращает ее в ресурсы. Идет освоение. Освоение выражается в том, что, например, есть земли, которые никому не принадлежат, на них ничего не происходит. Потом, предположим, эти земли захвачены или освоены. Это целина. Там появились люди. Что происходит? Происходит кадастрирование. Производит установление бонитетов. И масса другой деятельности, состоящей в том, что эта земля сначала привязывается, грубо говоря, к территории, и устанавливаются точные координаты и границы. Дальше. Если эта земля под строительство, изучаются свойства почв на большую глубину с точки зрения того, что на ней можно построить. Идет регистрация одна. Если вы собираетесь там сеять что-то, тогда идет установление свойств почв, которые заканчиваются бонитетом. Бонитет – это, грубо говоря, интегральная оценка качества почв с точки зрения того, какова ожидаемая урожайность. Итого, этот ресурс регистрируется государством от имени общества, фиксируются его координаты, его качества, точно так же, как если бы это было месторождение. Месторождение его границы, залегание, сложность добычи, конфигурация, тип нефти или угля. Все, что нужно для того, чтобы когда кто-то получит у государства возможность распоряжения, то можно было вплоть до того, чтобы посчитать, каковы будут его издержки на то, чтобы фактически вступить в распоряжение. Потому что, когда, предположим, возникает тот или иной способ выдачи лицензии на освоение месторождения, то государство дает на освоение месторождения какое-то количество лет. Оно денег не просит, но оно говорит, вот вы будете осваивать это месторождение. Вот, значит, делайте с ним что хотите первые пять лет, а потом, по такому-то графику, постепенно начинаете платить с него те или иные налоги. Вплоть до того, что полнота. То есть, государство платит тем, что вы имеете право освоить месторождение, наладить его, значит, эксплуатацию и продажи и отбить все свои издержки. Так вот, чтобы посчитать издержки, нужно вот это кадастрирование, нужны точные цифры, чтобы понять, сколько времени корпорация, которая будет распоряжаться этим ресурсом, потратит и ресурсов на его освоение. Итак, сначала институт освоения, который заканчивается тем, что общество учло этот ресурс и оно может выдать разрешение кому-то им распоряжаться. То есть, отдать на тот этаж, где будет происходить уже его распределение по тем, кто будет с ним работать. Второй институт, второй фундаментальный ресурс. Каждое общество, как общество, состоит, грубо говоря, из людей, организаций, институтов, которые не динозавры и не обезьяны, и которые живут определенным образом. Они едят не как обезьяны, пьют не как обезьяны, живут не как обезьяны, ездят, связываются друг с другом. Имеется базовый спектр потребностей. Эти потребности все время меняются исторически. Значит, индейцам нужно некое количество макосин, томогавков и вегламов. Вам и мне не нужно ничего из этого. Но какие-то функционально подобные вещи, ну, томогавк, более-менее, слава богу, он не у меня, находится в силовых структурах. Хотя это чревато. И есть общество, которое считает должным разрешать гражданам иметь томогавки у себя дома на случай. И ведут по этому поводу споры. Макосины нужны всем, вегламы нужны всем, просто они по-другому называются, и к ним другие требования. Структура потребностей данного общества, она фундаментально важна в том смысле, что чем больше и разнообразнее потребностей, тем больше интегральный спрос данного общества. Казалось бы, спрос – это плохо, вот сам по себе спрос. В каком смысле это является ресурсом? Ну, вы, как современные мыщие люди, понимаете, что такое спрос. Понятно, что общество, которое обладает высоким спросом, видимо, в связи с этим обладает и способностью этот спрос удовлетворить. Люди не случайно хотят жить красиво. Они, видимо, умеют хорошо работать. И спрос на современном рынке национального государства ТНК является важнейшим ресурсом. Чем больше спрос страны на лекарства, тем вкуснее эта страна для транснациональных глобальных корпораций, потому что вот наша страна в среднем, грубо говоря, обеспечивает большинству ТНК из Бигфармы там где-то там полтора-два-три процента их мировых продаж. Потому что наших людей надо лечить и потому что наше общество устроено так, что оно точно будет тратить деньги на лечение. Либо сами граждане, либо в большинстве случаев государство будет перераспределять свои доходы таким образом, чтобы покрыть этот спрос. Поэтому всегда всякая страна, я под спросом имею в виду, грубо говоря, платежеспособный спрос. Это спрос, который либо сами граждане готовы оплатить тем или иным образом, либо это тот спрос, который государство оплачивает. Спрос на оружие. Страна нуждается в обороне. Она отрывает от своих граждан какие-то другие дни спроса, закупает там у нас танки или самолет, как Индия. Поэтому чем более мощная разнообразная структура потребности, тем более мощный спрос, и этот спрос является ресурсом. И для того, чтобы получить доступ к этому ресурсу, вы должны опять-таки быть зарегистрированы как корпорация, способная удовлетворять данный спрос. Например, если вы производите лекарства и средства, вы должны пройти сертификацию, и ваше средство должно вписаться в жесткий стандарт. Тогда вы скажете, да, ты, корпорация, зарубежная или наша, допущена к удовлетворению внутреннего спроса. И человек с этого момента в шоколаде. В принципе, бизнес закончился, по большому счету. Вы уже выиграли ферзя, и дальше делать техники. Поэтому, если в каком-то из бизнесов вам удалось зарегистрироваться как производитель продукта, пользующийся массовым конечным спросом, ну, конечно, если вы там не такой урод, что не можете дальше посчитать, сколько это стоит, нанять людей таких же, как и все. Вот вы уже зарегистрировались, вы получили доступ к этому спросу, другие нет, все, у вас уже партия выиграна. Все остальные будут там долго пытаться что-то такое экономить на издержках, а вы уже в списке Минздрава. И ваше лекарство там уже стоит, и вы уже автоматом получили такую квоту здоровенную. Если вы не будете полными идиотами на всех остальных этажах, то вы уже победили. Соответственно, всякое общество от имени государства всегда имеет полный перечень того, что оно считает природными ресурсами, подлежащими освоению. Минералы, топливо, земли, энергетические ресурсы, типа там прилив, он может считаться приливной волной или не могут считаться. Вот мы доживем до общества, где те или иные бухты будут стоять на учете, потому что там можно поставить приливную грязь. У нас одна уже есть. Но в остальном прилив, отлив болтается, он ничьиен, является явлением природы. Как только рачительное государство поставит его на учет, он станет ресурсом, и всякая бухта вы туда просто не подойдете, потому что она будет private property, огорожена стенками, там уже народ разрабатывает приливную энергетику, и ему дали ее как актив какая-то корпорация, которая этим приливом распоряжается от имени общества, которое ему его предоставило. Вот, соответственно, на следующем этаже всякое общество имеет свой набор базовых потребностей, которые постоянно меняются. Он обогащается или во время войны снижается. В блокаду потребности были мизерные, каждому человеку полагалось 125 грамм хлеба, все, точка. И это вся ваша полная потребность. Ну, бывает такой период, конечно, но интегрально в целом мы считаем, что разнообразие и объем потребностей растут, и та страна, у которой их спектр больше, она богаче, как ни странно. Ну и, наконец, институт способности, который дает предложение. Что такое способность? Это, грубо говоря, интегрально ваша способность трудиться, включая как вашу компетенцию, так и те станки, оборудование, устройства, которые вы в состоянии используете. Это набор той техники, которая есть в данной стране, но техника тоже неотъемлема. То есть, отдельный экскаватор абстрактно может считать способностью, но надо понять, кто на нем будет работать. И отдельно вы, как экскаваторщик, годитесь, но если у вас нет экскаватора, вам придется ехать в Китай. И так, это такая нераздельная пара средства производства и компетенция тех людей, которые постоянно на нем работают. И там еще должен быть баланс. Людей должен быть столько, сколько требуется пультов управления. Вполне можно себе представить такое, что за пульт можно посадить любого рядового китайца или индуса, или мигранта. Но тогда, соответственно, вы на внешнем рынке должны докупать компетенции или рабочие силы. Это внешние потоки. Современные общества сплошь и рядом имеют избыточные ресурсы, тогда они их поставляют вовне, или недостаток, когда они должны закупать. Избыточные потребности, то есть они внутренне своим предложением не удовлетворяют. Тогда они выступают, выставляют на внешний рынок свои потребности. И все кидаются удовлетворять. Или наоборот, значит, они поставляют на внешний рынок услуги. Они свой народ кормят и еще зерно поставляют. Наша страна колебалась вокруг этого. В отдельные периоды она кормила свое население, поставляла зерно на мой рынок. В отдельный период при советской власти она, наоборот, не могла накормить население не закупала. Идут колебания постоянно. И, наконец, то же самое предложение. Мы можем быть там мировыми производителями каких-то там станков или компьютеров, или наоборот, мировыми потребителями. К сожалению, мы в нашей стране сейчас ближе к этому. Советский Союз он тоже здесь колебался. Но, кстати, до сих пор во всем мире мы являемся сейчас даже на какое-то время монопольным производителем услуги под названием запуск полезного груза на орбиту. Сейчас такой период наступил, когда европейская система Ариана нас не догоняет, не конкурентоспособна еще. Американцы вообще старую систему у них отработали. Первое, второе поколение, третьего еще нет. Так что в некоторых сферах, то же самое в Атаме, мы еще до сих пор являемся поставщиками наших способностей на внешний мир. И поэтому, если вы сертифицировали ваш экскаватор, вы получили возможность продавать ваши экскаваторы всем, кто там ведет разработку карьеров, всем, кто что-либо копает. Но для этого вы должны пройти очень жесткую систему. И опять-таки, общество от имени государства опять удостоверяет. В этом случае оно удостоверяло бонитет почв, в этом случае оно удостоверяет соответствие вашей услуги или продукта интегральному спросу, национальному стандарту жизни. В этом оно удостоверяет соответствие вашего средства производства или вашей компетенции спроса. Значит, рынку предложения, грубо говоря. Тому стандарту на станки, на транспортные средства, на систему связи, на компетенцию работников, который установлен и который постоянно обновляет, сертифицирует все, которые в него входят, получают сертификацию, лицензию и так далее. Вот три этажа. Поэтому да, вы должны добывать, вы должны производить предмет потребления или производить средства производства, но самое главное в этом не это. В вашем бизнесе должны быть некие переделы, которые все это делают. Но важно то, что эти переделы должны быть сертифицированы, признаны. И только тогда они существуют. Да, у вас может быть шахта. Центральный вопрос по поводу шахты не в том, есть она у вас или нет, а в том, что если она у вас есть, она должна, грубо говоря, быть вставлена в корпорацию, которая получила доступ к данному месторождению. В противном случае шахта у вас есть, но добывать вам ничего нельзя. То же самое по поводу, вы можете производить пиццу, но вам никто не позволит ее продать даже другу, потому что если она травится, вы пойдете под суд. Покуда вы не прошли фудодраг. Я об этом не устаю говорить. Поэтому это институты общественно-государственные. И все они являются институтами допуска, институтами регистрации, сертификации и лицензирования. В этом смысле риски бизнесмена состоят не в том, что он не сходил, не посмотрел, как устроена шахта, а он не сходил и не проверил, до каких пор действует доступ к данному месторождению, до каких пор, значит, производимое сырье отвечает государственному стандарту поставок, скажем, топлива на население, до каких пор данное оборудование, шахтоподъемники сертифицированные работают. Вы обязаны все это выяснить строго. Иначе шахта есть, а там нет датчиков метана. А эти датчики в прошлом году только вывели. Все. Вы купили автомобиль, но он не отличает стандарту. Вы либо должны дорогостоящий катализатор докупить в полуавтомобиле, надеть, либо вам запретят им пользоваться. Вы его купили, на улицу выехали. Блин, евро 4. Все, вас остановил ближайший милиционер, отобрали права, отобрали паспорт технического средства. Поэтому это все эти иллюзии. Я купил оно мое, детский сад. Вот с ними надо, как бы, ну не позже третьего курса физтех, а заканчивать навсегда. Я купил оно мое, это такие вот, ну вот, веселые картинки. И тоже, я думаю, где-то на уровне дошкольников надо этим объяснять, что такое оно мое в обществе. на уровне производства. Когда вы купили акции, да, они ваши. В смысле бумажки. Но если вы завтра побежите и выясните, что там что-то случилось, там разводнение, поглощение, регистрацию они прошли, или там депозитария, не знали, что это такое, то вот картина абсолютно та же самая. Вы вроде купили вещь, вещь в руках. Но, увы. Но я, конечно, допить его могу, мне уже никто не помешает, наверное. Если только тут по ходу дела не вбегут люди, они скажут, что этот кисель произведен, значит, там, на предприятии, которое подверглось рейдерским захватам, и вся продукция отзывается, и сделки произведены нелегитимными, я буду судиться, как добросовестный приобретатель, я имею шанс отсудить его, там, через месяц, или год, или через три, и мне его обратно дадут, там, может быть, моральный ущерб, но вообще говоря, и тут, в общем, в любой момент могут зайти и забрать. И это не шутка. Кто? Например? Ну, как в самолет, люди летели, взяли с собой. Тут внезапно, каким-то причинам, кто-то у кого-то, чего-то, кто-то хотел взорвать, там, прошли решения международные по запрету паровоза жидкости, и в результате я не могу со своим киселем пройти на территорию. Какая разница, я не могу его выпить здесь, или я не могу его выпить там. Я вот купил его, и лечу в самолет, меня отбирают. Вам никогда не отбирали ничего на таможне, привылить или привлекся. Сплошь и рядом. Вы купили, да, но увы, чего-то не учли. Совсем немножко по поводу распределения. Здесь имеется три типа регламентации. Вот я отсылаю вас к базовому понятию регламентации по Дюргейму. Простейшая регламентация обязанностей, посложнее регламентация полномочий, и, наконец, регламентация ответственности. Проще идти снизу вверх. Вот у меня замечательный бизнес, чудесный бизнес, цементный заводик. Вот я цементный заводик продаю в корпорации Филарету Гальчеву, как я говорил, остаюсь директором пока. Но у меня теперь там 15% факций, зато я денег получил, просто я в полном шоколаде. И теперь я попадаю в корпорацию и выясняю, что в корпорации есть кодексы. И у этого кодекса имеется три этажа регламентации, и эти три этажа регламентации делятся таким образом. Первый этаж, но он не только у Гальчева существует, есть по поводу купли и продажи. Я ведь, помимо того, что должен предъявлять определенные правоустанавливающие документы, есть еще и имеется этаж регламентации, который, ну, в широком смысле слова, тоже вот эта проблема слова права в русском языке относится вроде как к праву. А в нашем русском смысле он относится к закону. Имеется закон, например, Гражданский кодекс, который описывает множество разнообразных ситуаций, регламентируя для меня процессы купли и продажи этих самых прав, обмена правами. И выясняется, что помимо того, что есть правоустанавливающие документы, имеется, значит, некий слот законов, каждый из которых уже не про обмен, каждый из которых предписывает мне или запрещает мне определенные способы поведения. Вот точно так же, если я попал к Филарету Гальчеву, то выясняется, что там действует, например, запрет заключать сделки определенного типа по обмену с активами, собственники которых продали свои активы в другие вертикальные холдинги. То есть, грубо говоря, я уже не могу обменяться активами с людьми, которые не входят в корпорацию Гальчеву или Дерипаски. Запрещено. Выясняется, что есть вещь несколько более сильная, которая нам предписывает или запрещает прямо. Это самый простой вариант. Каково оправдание этой конетели? Казалось бы, давайте все это запретим, отменим, уберем корпорации, пусть будет свободный рынок, уходят люди и кони, там, видите, требуют их гривы, никаких корпораций, никакого Гальчева и Дерипаски. Но за этим есть серьезный резон. Он состоит в том, что если этот холдинг ведет себя как вменяемая корпорация, я ведь не просто продался ему, потому что мне денег дали, а мне еще говорят, вот ты на рынке покупал там 285 наименований или 25 наименований комплектующих сырья и так далее, а теперь мы тебе будем в корпорации две трети этого списка давать просто так. Это, грубо говоря, предпринимательская корпорация. Она заменяет вопрос, уже решила. Она говорит, не надо тебе брать эти кредиты. Две трети кредит ты, значит, не будешь брать, эти деньги оставь себе, ты будешь получать в корпоративных фондах все эти, значит, промежуточные или, значит, начальные ресурсы. но зато ты с нами расплатишься с частью конечных продаж. То есть корпорация может к своим бизнесам относиться как к параллельно идущим проектам, по поводу которых она заменяет для них необходимость бегания по рынку и договорения с собственниками корпоративным органам, который всем им дает быстро, просто и понятно энергию, здание, бухучет, там, не знаю, кредитные линии, если кому-то надо, связь, там, мобильный, корпоративный, транспорт и прочее, прочее, прочее. Это очень здорово. И корпорации окупают им свое существование. Что? А оставшую треть я получаю на рынке. Замечательно, ну, хорошо. Но просто важно то, чтобы эти две трети мне было удобнее взять в корпорации, чем на рынке. Я мечтаю о такой корпорации, которая все мне даст. Тогда я займусь чистым, замечательным производством. Вот не буду бегать и торговаться, там, у кого сколько, рельсы покупать, шпалы покупать, там, эти самые костыли, которые забивают, молотки, которые забивают. Я займусь проектированием новой железной дороги. Но даже если корпорация дает мне хоть что-нибудь одно, это уже повод, это уже ее искупать. Значит, итак, имеется регламентация обязанностей. Она выражает в том, что имеется регламент, регламент системы процедуры, которые описывают корпоративный стандарт оказания услуг. Вот если мы теперь вошли в корпорацию, у нас имеется корпоративный стандарт оказания услуги. Раньше мы были независимы обувщики, и каждый производил и продавал обувь, как хотел. Теперь у нас имеется корпоративная сеть продаж, и у нас имеется стандартная корпоративная упаковка с брендом и так далее, и там считается, что имеется стандарт примерки очень удобный, стандарт замены очень удобный, упаковки очень удобный, информирование и прочее. Но при этом это регламент, он ограничивает мою свободу в коем-то смысле. Раньше я как бух на душу положил, производил и оказывал, а теперь корпоративный стандарт. Это простейший вариант. Systems and procedures. Второй вариант. Если в данной корпорации я начинаю строить карьеру, если я очень успешный директор цементного завода, то тогда корпорация Гальчева говорит, слушай, старик, ты очень успешный директор завода, сделай доброе дело, возглавь целый блок заводов в данном регионе. Вот ты будешь в шоколаде, вот у тебя карьерный рост, вот денег много получше, вот ты долю в корпорации, вот теперь ты будешь собственником всего холдинга, но вместо этого у тебя будет 20 цементных заводов. Ну, в принципе, нормально люди соглашаются. Тогда возникает регламентация полномочий. Помимо того, что мне предписывают, как цемент продавать, теперь у меня есть полномочия, то есть я могу учреждать подразделение, закрывать подразделение, назначать менеджеров, увольнять менеджеров, делегировать им полномочия, отнимать от них полномочия. То есть все, кто подо мной, оказались такими, что по отношению к ним теперь я выпускаю регламентацию первого типа. И я полномочен выпускать определенные типы регламентации вот этого первого типа. Теперь я регламентирую регламентацию второго типа. То есть регламентация полномочий устанавливает отношение распределения, ну, грубо говоря, властью или еще чем-то таким, в рамках корпорации, где существует иерархия. И эта иерархия связана в старых корпорациях с иерархией власти или господства, а в новых иерархиях это иерархия компетенции. Чем больше у вас компетенций, тем корпорация заинтересована выше вас поднять и подставить под вас менее компетентных, чтобы вы им регламентировали, значит, все те типы деятельностей, в которых у них не хватает компетенции. И, наконец, самый верхний уровень регламентации ответственности, он связан с тем, что теперь ваша корпорация могучая и замечательная, говорит, вот у нас в холдинге набралось огромная туча таких-сяких и эдаких бизнесов. Смотрите, вот этот институт регламентации обязанностей направлен вниз на собственниках активов, на тех, которые пользуются активами. Вот этот вот институт распределения полномочий, он, грубо говоря, направлен на установление отношений внутри самой группы институтов. Он, грубо говоря, устанавливает отношения между распределителем в зависимости от того, насколько компетентен данный распределитель. И я предписываю тем самым кому, что распределять. А вот теперь на самом верхнем уровне мы обращаемся в сторону общества-государства и говорим государство, а государство. Смотри, какая у нас классная цементная корпорация. У тебя еще имеется, правда, три или четыре. Но мы ведь лучше, чем они остальные. Поэтому давай мы сделаем так. Мы потянем на всю цементную отрасль. А все остальные корпорации, если они будут плохо работать, мы разрушим до основания за тем. А все хорошие мы включим с твоей помощью в нас. И идем мы к товарищу Сечину. И Сечин говорит, да, действительно, у нас имеется отстойное, у наследованное Советского Союза, унылые цементные отрасли с гупами в гупами и так далее. Давайте мы нафиг разрушим. Филарета Гальчева назначим замминистра, например, или кого-то от его имени, если он сам не захочет. А все остальные цементные производства сделаем так, что они будут им в этом смысле, как бы, ими будут регламентироваться и интегрально в них войдут. Поэтому на этом этаже идет распределение сфер ответственности. Я отвечаю за данный регион, а я отвечаю за данную отрасль, а я отвечаю за данный кластер. И если в результате распределения вам перепало от общества поотвечать за данный отрезок железной дороги, то вы в полном шоколаде. Ваша корпорация, грубо говоря, получила концессию. Это пожиже, это не то, чтобы получить целое месторождение, но это, грубо говоря, получить ответственность за питание населения в данном регионе. Это еще не весь спрос, но это такой существенный кусок спроса, который вам отдали в распоряжении. Но если вам отдали там, значит, питание населения всего региона, вы можете его и кормить, и поить, и так далее, может быть, и обувать там. То есть, например, вы стали любимой корпорацией данного региона. Плохо, если это осуществляется неправильным, коррупционным, нерыночным и так далее путем. Хорошо, если это делается на основании правильной системы распределения. Тогда, значит, это торжество эффективности. На этих этажах имеются самые разные распределители. И если вы идете снизу, то вам надо знать, кто чего распределяет. Вот здесь имеются законодатели, и вы хотите пролоббировать такой закон, который позволит вам расточенно меняться правами или деньгами или капиталом в той сфере, которая вам нравится. Если вы не добились правды здесь, вы идете на этаж выше и ищете начальников тех, кто занимается составлением законодательства. На этом этапе вам лучше стать самому начальником, то есть войти туда, в структуру лоббирования, послать своих людей в министерство. А самое хорошее – войти в корпорацию и в рамках этой корпорации работать. Тогда вы просто будете иметь прямой доступ и участие легитимное в распределении. О чем идет речь? Вот это рыночная система, вот это плановая система, это производственная система. Советский Союз считал, что рынок – это зло, родимые пятна капитализма, и надо заменить его на план. Мы живем в несчастном обществе, которое считает, что рынок – это все на свете, а план отстойный, надо его уничтожить и заменить его рынком. Обе точки зрения являются абсолютно бредом, потому что одно другим не заменяется абсолютно. Нельзя мальчиков заменить девочками до определенной степени. С большим трудом можно, но вот рынок на план – ну никак нельзя уже. Ну понятно, что с мальчиков, да, и они рожать не смогут. Вот тут то же самое. Значит, поэтому в любом нормальном обществе всегда есть этаж, грубо говоря, рыночный, плановый, и этаж производственный, который не является и не являлся плановым, не является и не является рыночным. Должны быть люди, которые знают, как построить ГЭС. Это не плановики, извините меня. Плановики – это те сволочи, которые говорят им, что вот вы получите лопаток, турбин тогда-то, столько-то, а вот этот ресурс фондируемый, и поэтому вы строите будет 20 лет. Это три типа институтов, которые абсолютно необходимы. В каждом проекте участвуют все три. Попытка вынуть любой из них катастрофична. И поэтому, если вы даже очень крутой бизнесмен, пофигу кто вы, капиталист, вы торговец, вы, значит, собственник актива, вы законодатель и так далее, вам все равно, если вы что-то делаете, если вы на этом зарабатываете, вам надо иметь все девять этажей, но с данной точностью разбиения, и вам надо знать, что там творится. Потому что если вы про что-то ничего не знаете, там риск. Этот процесс вами неконтролируемый, вы в нем не участвуете, завтра там что-то изменилось, и вся ваша вертикалька провалилась. Поэтому любой бизнесмен, даже капиталист, который кредитует определенного типа торговцев, должен знать, чем они торгуют. Для этого он должен разобраться, значит, что там за активы, которые производят товары. Какова сфера законодательства в этой области? Как устроены корпорации, которые изменяют законодательство, распределяют ресурсы, там, устраивают ФЦП? Как устроен имущественный этаж? Самый главный этаж, грубо говоря, у нас даже легитимного названия не имеет. Это вот кто решает, кого допустить куда? Это вот лично Сечин, лично Путин. И считается, что вроде как-то там это делается, но все, что там делается, абсолютно ужасно, греховно, таинственно, постыдно, нелегитимно и нерыночно. А как они это должны делать? Ну, наверное, как-то за помощью ФЗ-194. А как это делать, никто не может объяснить. Ну и, наконец, надо понимать, что за средства производства там, что за предметы потребления производятся и из каких природных ресурсов. Потому что любой природный ресурс может исчезнуть в любой момент, и вся ваша цепочка на этом основании обрушилась. И вы должны будете покупать. Поэтому на проектной сессии надо, начиная лучше всего с этого этажа, говорить, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, вы там за денежки какие-то ставите кому-то датчики. Зачем? Какой конечный спрос, например, удовлетворять? Ребята, в чем спрос? У кого этот спрос? Кто-то страшно хочет купить эти датчики и дурацкие подставители на трубу? Ну, понятно, что никто не хочет этого. Те, кто хотят этого, это промежуточник какой-то передел, средний. А они чего хотят? То есть надо обязательно дойти до конечного спроса. Спрос на что? А, на воду. Понятно. Ну, так вы же водой торгуете? Или вы чем? Ах, вы датчиком торгуете. Значит, это кто-то получит из-за вас больше воды, да? Нет, не получится. Вот надо начинать разбираться с этого. А, кстати, чья вода? Надо еще разобраться. Вы действительно, вот как бы, вот эта, так сказать, территория, это наше население, это наша территория, это наша вода. И вы имеете право эту воду качать? Или те, кому вы продаете, имеете право? А то вы датчики начнете ставить, а тут им кран перекроет и скажет, что водоканал у вас как бы из списка вычислен. Или там просто, значит, водохранилище накрылось. По той или иной причине. Начинать приходится с этого, и надо пройти всю цепочку. Я ничего сделать не могу. Вот в вашем проекте вы должны дойти до понятия процессного описания, нарисовать там, все посчитать, доказать действительно, что в вашем бизнесе продажи превышают сумму покупок. Но при этом, к сожалению, придется начать сначала и дать точное описание проекта по всем трем этажам. Какие потребности участников корпоративного этажа? Как у обычных людей, да? Да. Но не только у людей. Корпорация, как корпорация, является тоже социальным существом. Есть вот помимо спроса людей, есть спроса разнообразных организаций, структур. Мы просто этого не изучали. Корпорация тоже хочет жить, есть, пить. Поэтому у советских корпораций были свои дома отдыха, профсоюзы и так далее. У современных корпораций есть корпоративные университеты. Это связано в значительной степени с тем, что базовые потребности на этом этаже не удовлетворяются. И тогда корпорации превращают сами себя в маленькое общество и внутри себя заводят вот все это. Потребности, спрос, то есть возникает, грубо говоря, социальный пакет. Что такое? Это корпорация в том обществе, где не решена проблема потребности, где людей не лечат, не учат. То есть там все посложнее. Но в абстракции те же самые. Корпорация, те же самые люди, только организованы некоторые институты. Просто вы не путайте, значит, вот этот спрос с обменами. Когда корпорация удовлетворяет спрос, она должна, значит, регламентировать свою деятельность, она регламентирует ее по поводу пользования активами, и она устроена состоит из людей, которые что-то зарабатывают. Корпорации и люди зарабатывают. Поэтому не путайте спрос на кредиты. Спрос на кредиты – это метафорическое выражение. Спрос на кредиты не бывает. Бывает спрос только на штаны. В этом строгом смысле слова. Но нужны ли корпорации кредиты? Корпорации нужны кредиты. Но просто точный эквивалент этого утверждения состоит не в том, что у корпорации есть спрос на кредиты. Он состоит в том, что корпорация устроена так, что в этой корпорации имеются собственники активов, что у ней имеется корпоративное управление. Люди, которые включены в корпоративное управление, они устроены так, что они в конечном счете зарабатывают как частные лица. Внутри корпорации они сорганизованы определенным образом так, что им удобнее получать ресурс на корпорацию в виде денег, чем кредит на частное лицо. То есть простое выражение, что корпорации нужны кредиты, эксплицируется нелинейным образом. Если вы хотите построить математическую модель этого утверждения, вам придется попотеть. Но на то и фистетские мозги. Надо будет нарисовать, что такое корпорация берет кредит. Она берет кредит как что? Как отдельное юридическое лицо? Является ли она при этом корпорацией? Нет, в корпорации имеется уполномоченная некоторая специальная часть. А? Ну и хорошо. Я отвечаю на вопрос как частное лицо, пожалуйста. Корректно будет суждение о том, что потребность людей, берущих на себя обязанность отчитываться, в том, чтобы отчет соответствовал тем требованиям, которые сдает корпорация. Странный вопрос какой-то. Но вы разве не знаете, что отчет должен соответствовать требованиям? Ну вот, получается отсюда и вопрос. Потребность тех людей, которые составляют отчет? Это не потребность. Это корпоративный кодекс, это часть регламентации. Лично мне пофигу, какой там будет отчет. Мне надо есть, пить, спать, развлекаться и так далее. Но для того, чтобы корпорация работала, она внутри себя устраивает отношения регламентации. Эти отношения регламентации, грубо говоря, снабжаются инструментами. Отчет является инструментом. Внутренним инструментом он напоминает немножечко деньги. Это тоже такая бумажка. Отчет может быть и электронным. Это инструмент обеспечения распределения. Никакого отношения к потребностям, к спросу он не имеет. Внутренняя заморочка. Это все равно, что сказать, у транзистора имеется горячее желание или неудержимый спрос на то, чтобы ему на входе подали определенный ток напряжения. Корпорация это такой транзистор. Поэтому я не могу понять, не совсем понимаю. Когда мы идем договариваться с участниками корпорации о том, чтобы они предоставили доступ к своим ресурсам, к фондам, прошу прощения, мы же должны учитывать те потребности, которые... Вы идете договариваться к собственнику активов, а если собственника активов вы не находите, вы идете договариваться к тому, у кого есть этот ресурс, но тогда вы должны принять сведения, что он не собственник активов в этом смысле, он не субъект обмена, а он член корпорации. И вы договаривались с этим лицом, но в лице этого лица вы договоритесь с корпорацией. Поэтому у вас первые люди исчезают. Перед вами корпорация как субъект. Второе. С корпорацией нельзя меняться. Корпорация нечто распределяет. У нее другие отношения с вами, с США. Она распределяет и желает от вас нечто получить тоже. Она распределяет между... Она на самом деле распределяет работы. И вы являетесь тем, кому она распределяет часть работы. Вы должны вступить с ней в отношения регламентации. Вы берете на себя обязательства не обменного характера. То есть вы эту работу проделываете, и вы по этой работе отчитываетесь. Присылайте ей отчет, что работа проделана. Тогда все нормально. В этом смысле на нижнем уровне это может иметь форму платежа. Но для корпорации это не платеж вам. Это не обмен деньги на что-то. Это из корпоративного сусека вам выделили корпоративный ресурс под названием корпоративное бабло. В ответ на то, что вы отчитались. Да-да, мы сейчас этим будем заниматься. Некую корпорацию надо послать бумагу, отчет. Она за это вам выдает деньги. Но для нее это не деньги. Это некоторая хрень, которую она распиляет так же, как клизмы, ботинки, лопаты, грабли. Корпоративные деньги. Ей поручили их раздать в соответствии с правильной отчетностью. Она их раздает. Если вы этого не понимаете, вы попадаете в очень печальную историю с бизнесом. Вы пришли в корпорацию продавать, покупать. А это вообще коррупция. Корпорация не имеет права заключать в сделке обмена. У нее и органа такого нет. Если вы кому-то занесли, то это очень уж и тюрьма. Можно спросить, гражданский кодекс является примером регламентации? Гражданский кодекс сам по себе является регламентацией. А с какой корпорацией? А он всем корпорациям адресован. Есть регламентация верхнего уровня. Просто если вы делаете нечто, что подходит под сферу регулирования гражданского кодекса, кто бы вы ни были, вы обязаны делать так, как там прописано. А это какого уровня ответственности в полномочии? Это регламентация обязанностей, естественно. Там сказано, как надо, что можно, что нельзя, и чтобы было можно, как вы должны это делать. То есть регламентация не обязательно должна быть создана внутри корпорации? Нет, конечно, я говорил. Но государство тоже корпорация, между прочим. Государство – это корпорация, корпорация. Вы разделяете государство и общество. Я все время, когда говорю государство от имени общества, я имею в виду некое сложное, очень сложное представление. Внутри государства, внутри общества имеется некоторая система органов, которой у нас нет, и которая в конце концов переходит в государство. В государстве имеются корпоративные части, имеются общественные части. Время имеется там комиссии при президенте. Но вот это не корпорация, видимо. С этим надо еще разбираться. И имеется уже министерство и ведомство, это уже корпорация. Корпорация распределяет, но вот та часть государства, которая допускает, выдает лицензии, сертифицирует, она вообще говоря не государственная, но государство само может внутри себя уполномочить кого-то. Понимаете, здесь вот возникает предмет работы профессиональной, для этого нужен семинар, для этого нужен Милюков, как один из составителей гражданского кодекса, и люди высочайшего уровня компетенции, и для этого нужен семестр. Я вам, да, да, мы заканчиваем через 5 минут. Хорошо. Так, последние 5 минут. Я хотел просто реплику дополняющую. В законах никогда не пишется, кто за что-то отвечает. Всегда это потом постановлением правительства уточняется, что вот орган, который отвечает за там то, все, пятое, десятое, что в законе, то есть за выполнение вот этого закона. Ну, сейчас мы залезем, там много всего. Регламентация – это огромный мир. Понимаете, ведь регламентация, она столь же фундаментальна, как весь мир, значит, производства и весь мир обмена. То есть все, что изучаете в экономиксе, все по объему, а это можно учить всю оставшую жизнь. Вот регламентация, она по объему соответствует вам полностью. Там столь же сложный, хитроумный мир, и его надо изучать ровно столько же, так же профессионально, но с другими людьми абсолютно. То же самое и с производством. Это огромный совершенно мир, фундаментальный, разный. Просто учить экономикс и не учить точно так же, так же профессионально вот эти две сферы институтов, ну, это безумие. Очень короткие вопросы, вопрос-ответ на три минуты. Большое спасибо за терпение. Тогда мы пока разбежались. В следующий раз Милюков будет. А, можно вопрос последний? Вещь на букву «С». А, гениально, это «Скарб», русское слово, славянское. «Скарб», а, обратим внимание, «карб», «карбованец», он само по себе слово. «Карбованец» и «рубль» — это одноименные слова. А «рб», вот там, это рубчики такие, это определенного сорта, значит, вещь, которая метится для обмена. То есть, ну, другое дело, что, ну, понятно, что оно не совсем, вот «скарб», «связь» и «смысл», они действительно являются однопорядками русскими словами, но, к сожалению, не принято в русском языке говорить «связи», «смыслы» и «скарбы». Ну, это уже, ну, ну, тем не менее, это большой шаг вперед. И мне очень нравится, что там «С» отделяется и остается часть «карб». Как бы это такая вот вещь, она же и деньги, она же и для обмена. Окей.